здравствуйте с вами вяткин александр я рад приветствовать вас на канале и в группе вконтакте команда госплюс как многие уже знают в конце октября компания шнайдер электрик организовала поездку российских блогеров в том числе и меня на заводы и лаборатории компании в китае в ходе поездки мы посетили два завода и две лаборатории в городах уху и шанхай где производят и испытывают модульное оборудование шнайдер электрик целью данной поездки для компании шнайдер было показать как на самом деле производится и испытываются модульное оборудование дабы разрушить устойчивый миф о том что все что производится в китае заведомо низкого качества если вы подумали что после этой поездки я буду хвалить оборудование шнайдер электрик то вы совершенно правы ведь если бы компанию шнайдер было не за что хвалить эта поездка просто не была бы организована и это именно тот редкий случай когда компания-производитель повернулась к своим покупателям лицом. Нам показали все, и даже несмотря на то, что часть оборудования на заводе и одной из лабораторий в Шанхае была засекречена, нам все равно разрешили все посмотреть и потрогать. И отдельно хочется выделить тот факт, что мы оказались первыми блогерами в мире, которые посетили заводы и лаборатории Шнайдер, что уже само по себе приятно. Мы посмотрели там современное производство, отлаженный до автоматизма производственный процесс, полный комплекс испытаний как производимого, так еще и не вышедшего в серию оборудования. Да и сам Китай нам показали достаточно подробно, и эта страна произвела на меня большое впечатление. Не хочется проводить какие-то аналогии с нашей страной, дабы никого не обидеть, но я был удивлен очень высокому уровню жизни, организации, превосходной инфраструктуре, тесно переплетенных с древними традициями и самобытной культурой. В общем, мягко говоря, нам есть чему поучиться, и Китай это уже давно не та страна, где непонятные люди работают на каких-то полулегальных заводах почти за еду. В общем, понятное дело, ездил я не один, и про общее положение поездки и как все это происходило уже сняли видеоролики моей коллеги Дмитрий Дурнев и Дмитрий Чабан. Ссылки на видеоролики коллег я оставлю в описании, а также вы видите полный список участников поездки. Если они тоже захотят что-то рассказать об этом, их материалы будут выложены на их ресурсах. Я же в свою очередь поехал в Китай не только из интереса к производству модульного оборудования. С собой я прихватил целый багаж наших, а главное ваших вопросов, адресованных производителю, и разумеется вернулся обратно с ответами. Но как можно догадаться, вопросы, ровно как и ответы на них, весьма разнообразны, и интересующимся какой-то определенной темой людям будет трудно найти ответ на свои вопросы, если я просто так все выложу в одном видео. Поэтому предлагаю считать данный видеоролик чем-то вроде анонса к серии последующих роликов по данной теме, где мы будем рассматривать каждый вопрос по отдельности. Кстати, если каких-то вопросов по вашему мнению не хватает, вы можете смело оставлять их в комментариях. Прямая связь с компанией Schneider Electric осталась, и на самые популярные вопросы мы снимем отдельное видео. Теперь ближе к делу. В ходе поездки нам удалось организовать что-то вроде небольшой пресс-конференции, на которой были заданы вопросы директору по продуктовому предложению конечного распределения Лихуа Чену. Мистер Чен очень развернуто отвечал даже на самые простые вопросы. Поэтому я решил подготовить материал получше и попросил помощи в переводе моего коллегу из США Заурбека Байцаева с канала Электромонтаж USA, так как технически английский язык очень сложный и не хотелось бы упустить ни одной детали. Кстати, Заурбек уже однажды помогал нашему каналу, ведь именно благодаря его подробнейшей консультации был снят видеоролик, где мы сравнивали требования к электромонтажным работам в США и России. В общем, нас ожидает целая серия, так сказать, транснациональных межконтинентальных роликов на канале. И первый из них выйдет уже буквально через пару дней, а если он уже вышел, то кликайте вот на эту подсказку. К сожалению, не могу гарантировать какую-то периодичность выхода роликов на канале. YouTube, конечно, дело полезное и нужное, но тем не менее, вопреки расхожему мнению, я не являюсь рекламным лицом команды Ghost+. А точно так же, как и все остальные, занимаюсь электромонтажными работами. И, кстати, если вы заказываете монтаж у нашей команды, с вероятностью 90% на ваш объект приеду именно я. Да и периодически разбавлять тему модульного оборудования на канале тоже было бы неплохо. В общем, всему свое время, поэтому не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, ставьте лайки, не забывайте писать свои вопросы в комментариях под видео и не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте. Спасибо за внимание и безопасного вам электричества. С вами был Вяткин Александр, команда Ghost+. Субтитры сделал DimaTorzok